Всем доброе утро! Мы с Нюшей уже проснулись. Она мне тут дифирамбы поет. Нашла место. Конечно, шевелюра. Можно гнездо делать. А я сижу с пачами на глазах. Какая-то я сегодня встала вся отечная. Не знаю почему. Может потому что жара. И Нюша мне тут составляет компанию. Заканчивается наше с ней одиночество. Гордая. Мы сейчас пойдем встречать своих. Сейчас я делаю завтрак. У Нюши, наверное, тоже еды нет. Она как только голодная, как только у нее заканчивается еда, она проделывает вот эти процедуры. Садится на голову и чирикает. Она это все время делает, когда ей нечего кушать. Все, пошла. Пошла ждать. Сигнал отдала. Пошла ждать еду. Хотите покажу, какой у меня сегодня завтрак? Бублики. Я их чуть-чуть подсушила. У меня еще есть гаучиз. Это козий сыр с крэнбери и циннамон. Вот такая вкусняшка. Сладкая она получается. Ну, один бублик, одну половинку сделаю сладкую, другую сделаю не сладкую, потому что у меня яйца перепелки сегодня на завтрак. Конечно. Я когда-то Маше покупала, но они уже сидят, я не знаю сколько. Маша скоро приедет. Нужно посмотреть у них там срок годности. Кстати, палец у меня инвалидный. Вчера мыла плитку и там внизу, как прошлась, чуть поль пальца не отрезала. Значит, вот этот сыр мягкий, он хорошо размазывается. Это будет как бы на десерт. Козий сыр с крэнбери и с бананом. Еще один банан остался, какой-то бедный, замученный. Все подметаю и иду сейчас за свежим. У меня Маша тоже любит фрукты, и Степа любит фрукты. У нас фрукты дома не переводятся. И потому мы часто навещаем тут наш магазинчик фруктовый, овощной. А вот этот, бублик, половинку этого, я сделаю с обыкновенным крем-чизом. Сейчас, беру салфетку. С обыкновенным крем-чизом, вот таким вот, не сладким. Может много крем-чиза, может и много. Но мне нужно сейчас и много энергии по магазинам. Тащить сейчас сумки сюда наверх все. Нужно основательно подкрепиться. Значит, вот этот простой крем-чиз, без вкуса, соленый, будет с яйцами. С перепелинами пойдет. А вот этот сладкий уже потом будет на закуску, с бананом. Кофе, конечно. Главное, я выпила стакан воды. Сколько? Полчаса, наверное. Даже больше. И виноград у меня вот такой еще остался, который я брала. Он уже тоже начинает. Так что, завтракаем и погнали. Кофе, кофе с молоком и ложка сахара. Нужны силы. У нас всего лишь 9 часов утра и уже 23 градуса. Обещаю, 27. Огород. Что-то растет, что-то не очень. Все, поехали по магазинам. Нужно закупиться. Продукты нужны. Семья приезжает. В овощной супермаркет вот сюда нужно сходить. Уже по ходу действия я буду смотреть, что брать. Пока никаких идей. Машина, машинка загорает. Отдохнула месяц от нее. И скоро снова в бой. И моя туточки рядышком. А я покрасилась. Вот не знаю, ли вам видно. Короче, красоту навела. Маша со Степой будут после обеда, ближе к вечеру. Они сейчас в полете. Легкого им полета и мягкой посадки, как говорится. И потом поеду их встречать. Так что у меня еще времени в вагон и маленькая тележка. Спешить некуда. По ходу действия буду смотреть, что есть. Из чего можно что-то приготовить. Окей, погнали. Если будет что-то интересное, я вам обязательно покажу. Я отоварилась. Все. Сумки он торчат аж из багажника. В супермаркете хороший дел сегодня. Предложение. Что касается мяса. Ну, тут вообще-то мясо всегда они предлагают по хорошим ценам. Я не знаю, почему. Может, потому что оно у них не разбирается. И вот еду и смотрю в оба. Я думаю, боже, как эти люди едут? Кто их вообще учил ездить? Меня учил ездить Степа. Чуть ли не под затыльниками. Так что я свой урок взяла хорошо на счет вождения. Ну, конечно, не без ляпов. В аварии-то я побывала. Но другие, смотрю, ездят и удивляюсь. Их кто учил? Ни тебе поворотов, ни тебе стопов, ни тебе каких-то... Я не знаю, предупреждайте граждане, что вы хотите повернуть, что вам нужно остановиться. Включайте вот эту аварийку, что вы стоите, кого-то ждете. Вот тупо стоит посреди дороги. Чего стоит? И ты стоишь. Я поражаюсь этим людям тут. Как можно здесь вот так тупо ездить, если... Здесь такое движение. Облегчайте друг другу езду. Показывайте, что вы будете поворачивать. Что вы паркуетесь. Что вам нужно сюда, что вам нужно туда. Ой, мне не раз это так... Будоражит вот эта вся езда. Очень здесь все так... Но напряжен, я понимаю, напряженка. Тут трафик. Люди перемещаются. Но нужно иметь совесть в перемещении. Нужно уважать с тобой рядом едущего. Если вы хотите повернуть направо, значит, вы включайте вот этот поворот за 10-20 метров. Чтобы все знали, что ты будешь притормаживать, что ты будешь поворачивать. Потому что хочешь, не хочешь, на повороте нужно притормозить. Значит, сзади я уже вижу, что ты сейчас будешь делать маневр. И я уже свой ход уменьшаю. Но есть такие вот еще нерадивые шофера. Я не хочу сказать, что я там фонтан-шофер. Я тоже могу поехать и навстречу. У меня такое бывает. Особенно в незнакомых местах. Я иногда так езжу. Да, я такая. И слава богу, пронесло. Могу поехать и на one way с другой стороны. Окей, товарищи, всякое бывает. Особенно в незнакомых местностях. Но элементарные вот такие штуки, как поворот, как стопы, как аварийка. Это, наверное, уже просто дело совести человеческой. Все, я приехала. Пошли домой разбирать сумки. Мне вот сюда через дорогу их нужно занести. Помочь некому сегодня. Потом уже будут помощники. Ну, вот я и дома. Дотащила, разложила. Яблоки я взяла golden. Апельсины, мандарины, лимоны, авокадо, виноград, бананы. И персики. Такие небольшие. Были побольше, но были твердые. Эти были менее такие мягенькие, которые можно кушать. Сливки для кофе. Вот это взяла томаты. Такие in heavy juice with basil. Базилий. Базиль. Так, скажите вы мне, что такое базиль. Потом. Ну, лук, картошка, морковка. Яйца взяла в супермаркете. Доллар 12 штук. Грибочки. Потом зелень взяла тоже в овощном. Стручковую фасоль. Помидорки, огурцы. Перец. Буряк. Кукуруза 5 на доллар. Салат. Хлебушек взяла один. И один взяла вот такой струдель. В супермаркете взяла уже 10 йогуртов по доллару. С разными начинками, с разными наполнителями. Вот здесь отдельно. Потом взяла вот такое мороженое. Я уже как-то его брала. Вот такие кругляшки. Маше понравилось. Две упаковочки на доллар. Здесь 6 штук в одном. 6 штук в одном. Две упаковочки 6 долларов. Нужно сразу в холодильник ставить. Так, что еще интересного было? Мясо было. Вот такая сильная вырезка. Один берешь, один подарок. Я взяла две. Взяла, которые подороже. 16 и 17 долларов. Взяла две. Потом взяла. Граунд цурки. Это фарш индюшиный. Тоже 4 доллара, по-моему. И было вот еще интересно. Одно такое предложение у них. Покупаешь один, два берешь в подарок. Это биф. Господи, биф. Говяжий стейк. Петит. Сырлен. И я взяла 3 штуки. За одну уплатила только. У меня там на счету вышло 91 доллар. А я заплатила всего 60. 60 или сколько? Я уже... Ой, чек. Вот он. Маша говорит, мама не выбрасывает сразу чеки. А у меня привычка пришла, сразу помяла. Значит, 64 доллара я уплатила. Что они мне здесь пишут? Что я засейвала сегодня 57 долларов. На львом виде уже все помятое. 57 долларов. Конечно, если бы я заплатила вот это каждое мясо, его цену, точно у меня бы вышла такая сумма. Долларов 100. А так вышло 60. И йогурты тоже. Ну, 10 на 10. А так они стоят 1 доллар 50 или 69 даже. Так что, короче, покупочки мои все с овощного и с продуктового магазина, с супермаркета стоят где-то 115 долларов. Много, мало, не знаю, но бывало больше иногда. Это я так просто себя пожалела, потому что я два раза еще к машине спускалась за всем этим. Уже остальные подойдут, подтянутся, будут покупать кто что хочет. Главное, что у нас есть. Можно и на пикник будет сходить. А сейчас попробую сделать, я не знаю, стейки. Сто лет не делала стейки из говядины. Но сейчас полно есть всяких рецептов в Ютьюбе. Найду, сделаю. Если получится, покажу. Фух, иду отдыхать чуть-чуть. Итак, готовлю обед для семьи после долгого перерыва. Значит, что хочу сделать. У меня есть кукурузка, я ее сварю. Тут американцы не едят вареную кукурузу. Они только едят кукурузу-гриль. Они на гриле ее делают. Но так как у меня нету гриля, и так как мы не собираемся сегодня идти на пикник, кукуруза будет у меня вареная. И хочу сделать ко всему тому грибной такой соус. Грибы будут у меня в сливках. Это будет соус к следующему блюду. Что мы делаем сначала для грибов? Мы должны грибы отпассировать, так скажем, ручком. Я нарезаю ручок. Я его сейчас начну в первую очередь пассировать. Потом добавлю к нему грибочки. Посолить, поперчить. И когда все это будет уже почти готово, а грибам долго не надо. Шампиньоны тут едят и сыры. Залить это все сливками. Ну и довести до такого загустения. Let's go do it. Мой фарбук. Кто давно со мной, тот помнит, откуда он. Он может быть не сильно такой хорошей кондиции, зато он дорог сердцу. Это фартук из первой Машиной работы, которую она нашла после 11 класса, мне кажется. Когда она готовилась идти в колледж, это была ее первая работа, где она заработала первые свои денежки. А это была Старбакс. Старбакс кофе только здесь есть. Кофейня такая. Первые слезы, первое недоумение у нее было здесь на работе. Она не думала, что будет так тяжело и за такие деньги. Это, во-первых, в Старбаксе, чтобы все знали, кто может думает или кто там мечтает поработать в Старбаксе. Да, это крутая, как бы бренд крутой, но работа там очень тяжелая. Там должны работать мужики до 100 килограмм веса. Они такие, как моя Маша, миниатюрные девушки. Потому что там очень много физической работы. И там нет, так скажем, взаимовыручки. Работают парни и девчонки вместе. Но каждый загружен до такой степени своей работой, что никто не скажет, давай я тебе помогу. Но этого здесь нету. Потому что, особенно в той точке, где работала Маша, это была сильно такая точка многолюдная. Всегда стояли очереди людей. Всегда было много заказов. Никто не мог оставить свое место, чтобы пойти помочь Маше в том или ином там каком-то тяжелом испытании. И Маша все делала там одна. И таскала ведра сельдом, и кружки, и чашки, и мусора, которые там в таких вот здоровенных ведрах. Все девчонки там делаются. Это достаточно тяжелый труд. Не думайте, денежки здесь легко не приходят нигде. Даже в том же Starbucks, когда ты красиво стоишь и делаешь кофе. Но ты делаешь кофе 2 часа, потом ты 2 часа идешь и убираешь, потом ты 2 часа идешь и готовишь там внизу все, что нужно. Все распределено по времени. И у каждого свое время. И они вот так вот там ходят конвейером. И платили ей там 9 с чем-то, до 10 долларов в час. Это в Нью-Джерси. Я не знаю, как в других штатах, но в Нью-Джерси так было. Было сколько? 3 года назад. Продолжаем. И вот мои грибы в сливках почти готовы. Пахнет грибочками. Вкуснотища. Ну, я думаю, вас ничем не удивишь. Особенно таким. Все знаете, как нужно. Итак, следующее. Делаю стейк. Значит, хорошо солю и перчу. Я соль и перчик перемешала друг с дружкой, чтобы он везде попался одинаково. У меня еще есть чесночок. В чесночок потом добавлю мяско, когда будет уже готово. Потом сделаю сверху такой соус. С чесночком, чтобы пахло. Добираем еще свою сольку. И на сковородку. Оставляем на 3 минуты, чтобы была хорошая, твердая такая корочка. Кругая. Пусть жарится. Главное, чтобы ничего не сгорело вокруг. Вот оно, мое красивое мясо. И теперь я добавляю в это масло чесночок. У кого есть масло сливочное, можно добавить. У меня сливочного масла, как ни странно, не оказалось. Вот это все нужно тут перемешать. Это чесночок. И запах уже пошел. И вот этим вот этим соусом нужно взять вверх и его просыпать. Своё мясо, вот это, которое у меня красивое-красивое, сейчас еще брошу в духовку на минут 15. Ну, чтобы оно уже как бы окончательно было без крови. Итак, мой стейк готов. Красавчик. Попьёбуем. Вот так они его как-то наискосок нарезают. У меня уже картошка варится и кукуруза. Маша позвонила, что они уже сели. Вот такое у меня мяско получилось. Без крови. Сейчас попробую. Неплохое. Я думала, будет жестче. Нормально. Может, нужно было чуть-чуть меньше соли. Ну, окей. Сойдет. Покажу, как будет оно дальше подаваться. Следующий мой шаг. Я отмыла, промыла молодую картошку. Я не знаю, какая она молодая, тут круглый год молодая. Может, она такая молодая, как я, но с тонкой кожицей. Я ее помыла и вот так буду сейчас ее варить в мундире по-нашему. До готовности, когда моя картошка готова почти, я ее поливаю маслом с чесночком, с перчиком. Можно вот так все это примять еще, вот так, чтобы картошечка открылась. Примять ее, чтобы она запустила в средину этот сок, свой соус. И в духовку до готовности. Все, картошечка с пылу с жару. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Зеленушечки. У кого какая есть. Вот так. И будем обедать с моими вновь прибывшими членами семьи. Сейчас покажу, как это все будет. Итак, обед готов. И кукурузка как раз поспела. И мяско пойдет вот так вот с грибочками в сливках. Круто. Круто. Красиво и вкусно. Все, я поехала в аэропорт. Надеюсь, что я доеду. Все будет хорошо. Тут минут 20 ехать. По скоростной. По 78. Я надеюсь, что я приеду в нужный терминал. И в нужное время. Поехали вместе со мной. Но разговаривать с вами не буду. Потому что скорость. Встретимся. Ну все, я на месте. Жду своих путешественников. Скоро будут. Парковка. Здесь у них такая большая. Но здесь парковка не дешевенькая. Мы здесь машину не оставляли. Мы оставляли машину за аэропортом. Там получается дешевле. Люди все в движении. Кто летит, кто прилетает. О, это ихняя вышка. И эта вышка. А хочешь, не хочешь, все равно скоро полечу. Не-е-е-е. Лохиены полетим. Юнь-юль, август. Через три месяца почти. Так что, вот где я испытаю адреналинчик. Зашкалит. С Машей полетим. За компашку веселее. Степа останется на хозяйстве в этот раз. Его очередь. Побыть в гордом одиночестве. Ну, правда, мы ненадолго, так как они. Им повезло больше. Мы с Машей над ней десять. Орванем. Так что, с нетерпением жду поездки. Шум и гам вокруг, тарарам. Разгружаются, загружаются. А мои на шаттле. С Нью-Йорка. Они сюда шаттлом добираются. Ходят шаттлы, все окей. Кто хочет его пробовать, есть шанс. Только еще раз повторяю. Нужно иметь время про запас. Чтобы шаттлами добираться. Потому что дорога есть дорога. То трафик, то еще что-то, то объезд, то ремонт дороги. Всякое может быть. Рассчитывайте, чтобы у вас было хотя бы, я не знаю, пару часов в запас. Тогда дешевле обойдется. Ну, или время, или деньги. Чем-то надо жертвовать всегда. Мы выбираем вариант поэкономней. У каждого свои. Свой выбор. Шанс всегда есть. Ждем. Даже батюшки туда-то ездят. У каждого своя дорожка. Кто в одиночку, кто группой. Все. Мои путешественники на месте. Машуня. Все чуть-чуть что-то простужены. Все уставшие. Разбираем чемоданы и отдыхаем. Всем бай-бай. Хорошего дня и настроения. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok